Доброе утро, Красноярск! Спасибо студиям! У меня появился новый дружок, это Снеговичок. И сейчас мы со Снеговичком у Елизаветы Черновой будем узнавать, как нам украсить наш новогодний стол. Я вот смотрю, у нас пока что такой хаос небольшой здесь царит. Да, небольшой хаос. На самом деле новогодний стол можно украсить хаосом. И всем, что можно, все, что у вас есть дома, из всего остального можно сделать конфетку. Смотрите, Снеговичок нам говорит о том, что у нас есть еще свечи, которые нужно обязательно как-то оформить. А если у нас нет подсвечника, что нам делать? Нам нужно будет взять просто два больших, широких, глубоких стакана. Насыпаем туда, мы взяли рис. На самом деле можно взять все, что угодно. Ну, так как у нас рис традиционный, да, такой денежный. Можно кофе, да, взять для аромата? Да, если у вас маленькие свечки, у нас свечи длинные. Вставляйте свечи. У нас свечи длинные, и мы просто их вставляем, они будут держаться. Если у вас маленькие свечи, и на кофе будет исходить приятный аромат от них. Вот. Ну, можно еще что-то туда добавить? Да, туда же можно запихать всякие разные мишуру, либо... Мишуру. Вот уже более по-новогоднему все это выглядит. Вот, и шарики у нас есть. Так, смотрите. Дальше. Продолжаем уроки сервировки. Что нужно обязательно должно быть на столе? Ну, на столе у нас должна быть тарелочка. Тарелка и приборы. Для приборов можно использовать вот такие кармашки, они очень легки в использовании и изготовлении. Мы складываем ткань с двух сторон, прошиваем три раза, и вот у нас вилочка и нож спокойно сидят вместе и не теряются нигде по столу. Зачем нам две тарелочки? Две тарелки очень удобно и для хозяек, и для гостей, потому что мы покушали салаты, убрали тарелочку, и, пожалуйста, мы кушаем горячее. Действительно, очень удобно, не все, может быть, об этом знают. А как нам лучше расставить закуски? Ну, я думаю, закуски нужно будет подставлять ближе к тому, кто что кушает. А кто сидит дальше, это уже проблемы. Здесь, например, если я люблю оливье, я к себе так оливье пододвигаю. Я люблю рыбу. Еще мы с вами попробуем, наверное, сделать уже новогодние салфеточки, как-то оформить это все. И также в следующем включении расскажем, что должно быть все-таки на новогоднем нашем столе. Какие блюда можно использовать, приготовить, чтобы не использовать при этом курицу. Предаю слово вам, студия.